МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петропавловск – это город, который называют северными воротами республики. Трудом многих поколений он превратился в современный мегаполис, в котором жизнь сейчас кипит. Большое количество новых современных объектов, торговых и жилых домов, высоток и достопримечательностей радует взор горожан. В эфире программа «Мой любимый город» и я, ее ведущая, Татьяна Величкина. Что я в этом городе не видел, спросите вы. Готовы поспорить, что в Петропавловске вы не видели еще очень многого. В ближайшем будущем количество объектов, которые станут визитной карточкой областного центра, увеличится. В 2020 году завершится строительство ультрасовременной больницы, самого большого театра в истории региона, первых 18-этажных высоток и музея под открытым небом. 12 июля 2020 года Петропавловску исполнится 268 лет. В Казахстане, конечно же, есть более взрослые города. Если сравнить с другими, наш еще совсем молод. Именно так когда-то выглядел Петропавловск перед тем, как стать современным областным центром. Деревянные дома, узенькие улицы, купеческие и краснокирпичные особняки, которые заполонили с 60-х годов 20-го века панельные дома. Все это создавало по-своему неповторимый облик города. Сейчас самый северный город Казахстана выглядит иначе. С каждым годом он продолжает совершенствоваться, а самое главное – застраиваться. На месте старых, ветких, частных домов появляются высотки и вырастают целые микрорайоны. Планы на 2020 год, по словам главы региона, действительно грандиозные. Казахстан Уже этой осенью новый казахский музыкально-драматический театр распахнет свои двери для североказахстанцев и гостей города. Это строящееся трехэтажное здание общей площадью 12 800 квадратных метров станет одной из главных достопримечательностей северного региона. Руководитель управления культурой, архивов и документацией заверяет, что объект будет в неоклассическом стиле, станет самым уникальным и большим в истории области. Напомним, красоваться здание будет в микрорайоне Жасуркен на месте снесенного частного сектора. Напольное покрытие из крема-границы с художественным оформлением, с вырезками. Потом потолки и фойе разноуровнево в классическом стиле будет. И оформление стен, вестибюля художественным сюжетом в бутайской культуре. По периметру верхнего яруса располагаются балконы, наличие оркестровой ямы на 45 человек. У нас, Маргару Иванович, оркестровой ямы в принципе нету. Можно сказать, что в русском театре он есть, но на 12 человек. Но оркестр целый мы туда посадить не можем. А здесь вот 45 человек мы можем там свободно посадить. Полноценная, да, полноценная. Наличие еще мягкой зоны. Что мы с этого получим, Маргару Иванович? Это вот получается из-за того, что здесь площадь большая, у нас техпризонал увеличится. Создание новых рабочих мест на 75 человек постоянно получается. И, конечно, она оборудована по последнему слову тех техники. Новый театр с современным оснащением городу просто необходим. Об этом часто говорят местные власти и жители области. Зачастую звездные гастроли обходят Петропавловск стороной, так как технический областной центр не готов принять их программу. Любые мероприятия, городские, областные, республиканские, международные мероприятия можно проводить в этой территории. Значит, и театр, который будет соответствовать всем стандартам мировым. Вот к этому мы стремились. Для того, чтобы у нас в городе появился именно такой объект. Мы хотим здесь проводить ежегодные классические фестивали. Считаем, что вот нам этого не хватает. Именно фестивали классической музыки, который был бы ежегодным и международного уровня. Не республиканского, а для этого мы и строим, чтобы жители области, жители города, они приобщились к великому искусству. Еще одной хорошей новостью для ценителей искусства станет реставрация русского драматического театра имени Николая Погодина. Аким Североказахстанской области Кумар Аксакалов уже ознакомился с проектом и дал ему положительную оценку. На первом этаже планируют расширить центральную часть. На втором стены распишут под кжель, а на полу, по задумке авторов, появятся театральные маски, изготовленные из специального износостойкого материала. Также преобразят и зрительный зал. Русский драматический театр, и он должен иметь свое лицо. Мы взяли за основу традиционные русские промышли. Еще вот здесь мы взяли кжель. И, в принципе, от нее оттолкнувшись, мы уже получили цвет, мы получили уже какую-то атмосферу этого театра. И, думаю, в конечном итоге мы придем, будет смотреться очень интересно, свежо, оригинально. То есть, по крайней мере, похожего не будет. Я думаю, так. Плюс мы... Сейчас, значит, в нашем театре нет какой-то изюминки. Просто стены, коридор, стены, двери, каких-то вещей интересных. Ну, стоит бюст Погодина. А тут надо что-то такое, что было бы только характерно для нашего театра, именно североказахстанского. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Строительство средней общеобразовательной школы на пересечении улиц Уалиханово и Чикалово – ещё один немаловажный объект. Учебное заведение, рассчитанное на 900 учащихся, является аналогом школы, которую возводят в микрорайоне Жасуркен. Начали строить учреждения в сентябре 2019-го. Закончить планируют в июне 2021-го. Две смены работаем. Вторая смена, может, выходит, мы монтируем плиты в день, монтируем ригеля, колонны. Все материалы наши свои, так? Все, абсолютно. Сто процентов? Сто процентов. Кроме ригелей? Ригеля, вы имеете в виду... Казахстанская? Нет, казахстанская. Петропавловская же вы не можете сделать, потому что это напряженные ригеля, завод не можете сделать. Нет, это только ригеля, а всё остальное... Всё остальное наше ригеля? Остальное наше. Петропавловское. Да, да. Плиты, окна, кирпич, мы фельмы наберём, газоблок, всё местное, мы ничего не завозим. Кроме вот с остальной ригелей, колонн. Остальное всё местное. Ну, сколько людей работает сейчас? Сейчас 62 человека работают. В день и 11 человек ночи. Строительство объектов образования продолжается из-за большого роста учащихся. В этом году первый звонок прозвенит более чем для 9 тысяч первоклашек. Для сравнения, в 2019-м первый раз перешагнули порог школы на 700 ребят меньше. Глава региона заявляет, что при создании необходимых условий для реализации образовательных и социальных потребностей учащихся нужно быть предельно внимательными. На Шазурке они видели территорию школы. Большая, полноценный стадион, полноценный стадион. Там полноценные беговые дорожки. Да, всё там. Ну, такой спортивный комплекс. Вот для этого микрорайона, и для жителей, и для детей, которые не только обучаются в этой школе, я думаю, что была бы хорошая поддержка. Третью школу в городе Петропавловске мы должны поднять. Плюс, я говорил, что территория большая, спортивные сооружения, столовые и так далее, и так далее. То есть это будет очень хорошим объектом для нашего города. Они современные уже. Лифта нету? Есть. А лифтом? Даже с лифтом? Вот здесь, Лифт. С приходом 2020 года наш регион превратился в большую строительную площадку. Это трудно не заметить. Помимо объектов культуры и образования, местные власти задумываются и о сфере здравоохранения. Именно на этом месте в ближайшем будущем вырастет современная поликлиника, оснащенная всем необходимым оборудованием. В микрорайоне Береке начинается строительство двухэтажной поликлиники. Реализация проекта обойдется бюджету практически в 2,5 миллиарда тенге. Объект в эксплуатацию обещают сдать 10 декабря, а то и раньше. Общая площадь земельного участка 1 гектар. Представляет из здания из трех блоков, двухэтажные. Общая площадь здания 7751 квадратный метр. На сегодня на площадке, вы видите, ведутся земляные работы, которые мы планируем в течение мая месяца закончить. Дальше приступаем к конструктиву. Срок сдачи объекта 10 декабря. Я думаю, постараемся, может, даже пораньше. Поликлиника будет оборудована по последнему слову техники, в которой будут трудиться профессионалы своего дела. Данный объект здравоохранения, по словам специалистов, рассчитан на 250 посещений в смену. Цифровой мамогов, цифровой рентген-аппарат, цифровой флюорогов. Лабораторные из лабораторного оборудования – это биохимический анализатор, биохимические, гематологические анализаторы. Различные оборудования – это стоматологические установки, различный инвентарь медицинский, мебель медицинская и инструментарий. КОНЕЦ Введенные ограничительные меры и карантин никак на процессе строительства объектов в областном центре не отразились. Работа шла полным ходом. В ближайшее время к сдаче готовится первый 18-этажный жилой дом. Отделка подъездов и квартир практически завершилась. Лифты уже запустили. По словам директора ТО «Озер» ТО «СК», осталось подвести коммуникации, и здание можно будет готовить к эксплуатации. Стоимость уютного гнездышка здесь оценили в 140 тысяч тенге за квадратный метр. В этом году мы уже сдаем, так? Летом. Он готов уже? Летом. Сейчас остается все деревни. Можно населяться. Хорошо, хорошо. Планировка квартир удобная, а открывающийся с высока вид не может не понравиться. Глава региона отмечает, что поддерживает принцип строительства компактного города. По его мнению, Петропавловск должен расти не только вширь, но и вверх. Музыка. Три дома встанут здесь. Они будут все 18-этажные, с хорошим качеством, кирпичные, теплые, удобные для людей в целом. Я думаю, что удобно. Посмотрим на отзывы людей, на отзывы людей, послушаем жителей. Если эти проекты, они приживутся, то я думаю, что можно будет еще и устроить. Потому что территории у нас хватает. Свыше 700 домов мы уже снесли. В этом году еще порядка 300 домов будет сноситься и строится вместо него жилье. Никто из областных центров, как мы, массово не занимается сносом. В основном строят на таких открытых площадках. То есть город вытягивается, что будет создавать в перспективе не очень удобное передвижение для горожан. Опять это расходы, транспортные, автобусы, тариф. Значит, и так далее, и так далее. Здесь все-таки город должен быть удобный. В шаговой доступности. И поликлиники, и больницы, и объекты для образования, значит, детские сады, магазины, какие-то досуговые, и так далее. Все это есть в пределах старого города. Черты. Чтобы уходить далеко, опять-таки там должны объекты появляться. Это опять-таки нагрузка для бизнеса. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жителям микрорайона Береке местные власти пообещали обустроить сквер общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Зелёные насаждения займут большую часть территории, остальное уйдёт под брусчатку и фонтан. Сквер, согласно задумкам, условно поделили на семь секторов. Зоны тихого отдыха и чтения, игровая и спортивная площадки, прогулочная зона, а также зона беговой дорожки, развлечений и проведения мероприятий. По городу ещё мы планируем, кроме этого сквера, шесть. Это Нахименко, микрорайон там на углу. Сейчас как раз там все ремонтные работы провели, чтобы канализационных проблем потом не было. И будем проводить работы потом на микрорайоне, вернее, в районе привокзальной площади. Там микрорайон один будет у нас, улица Брусиловская мы планируем также провести работы. И, как бы уже ранее говорил, это перед строящимся театром. В целом шесть объектов у нас будут, все они финансированы, имеются. Договора заключены, а тут последний сейчас конкурс будет идти, это по драмтеатру. А практически со всеми уже договора заключены. Мы уже приступаем к работам, вот уже подрядчик начал работать. Очень нужно для города, для жителей. Устроим жильё. Значит, должны быть зоны отдыха для людей. Это правило должно быть. Как во дворах, значит, ну, во дворах, значит, тихо, спокойно, минимум, значит, автомобилей. Так и в микрорайонах должны быть такие парковые зоны. Улицу имени Уалиханова благоустроят и сделают четырёхполосной. В планах установка тротуаров, озеленение. Крепостная также получит своё продолжение от улицы Жамбыла до улицы Ауэзова. Проект прошёл экспертизу, конкурсные процедуры все прошли. Подрядчик у нас уже имеется. Длина почти 900 метров. Часть строений мы в прошлом году уже снесли. Часть процедуры сейчас продолжается. Уже для них специально восстанавливаем отдельное здание, отдельный дом недостроенный. Мы будем переселять всех туда. И средства в полном объёме есть, порядка 300 миллионов. Это на самом деле разгрузит всю, многие магистрали, особенно Ауэзова. Многие видят, насколько в утреннее время улица Ауэзова загружена. Теперь, когда мы её соединим, этот микрорайон ещё больше будет сообщением. То есть, опять же, это доступность ко всей инфраструктуре данного микрорайона. Опять же, мы можем 19-20 микрорайона всё связать. Улица Крепостная уже такая, вот транзитная улица. С перспективы того, что, Марк, как сейчас разрабатывается, сам проект полностью микрорайона Капай. То есть, он как раз пишет, что здесь новая теплотрасса идёт. Как раз она идёт. Да и новая дорога будет. Тротуары будут, да, тротуары предусмотрены. Дорога, тротуары, освещение. Здесь мы, кроме того, планируем ещё и ливневую канализацию сделать, для того, чтобы отводить грунтовые воды. То есть, данная местность заболоченная. Главная улица под горы Потанино в ближайшем будущем станет музеем под открытым небом. Это историческая часть города, ведь здесь сохранились архитектурные памятники и здания, построенные более ста лет назад. Стилизованные под старину дома, фонари и многое другое. По мнению Кумара Аксакалова, гости города при въезде со стороны моста должны понимать, что эта часть нашего города – историческая. Не только ремонт этих 126 домов, скажем так, реставрация этих домов, предполагаем поменять освещение, и всё это освещение будет по проекту у нас в старорусском стиле. То есть, это не только современные светильники, это порядка 75-80 светильников, которые будут чередоваться как новые современные на светодиоде, так и те, которые будут исторически связаны в старорусском стиле. Мы планируем эти работы уже практически начатые. Таким был железнодорожный вокзал ещё совсем недавно, но сейчас здесь происходит крупнейшая реконструкция. На перроне готовятся к установке двух лифтов. Пассажиры смогут воспользоваться ими, спускаясь к прибывающим поездам с тяжёлыми чемоданами. Изменятся и лестничные пролёты. Переход утеплили, установили пластиковые окна. Также здесь обновили и пандус. Так всё будет выглядеть у нас? Да. Это дизайнерские решения, которые будут применены здесь у нас. В пристройе, вот, собственно, как раз мы видим, как будет внутри вот этого пристроя. Сам эскалатор. Здесь колонна. И сами посвящение, подсветка, общие дизайнерские решения. Это визитная карточка нашей области. Заезжают все гости. Поэтому как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Нур-Султана, других городов. Очень много проезжающих. Поэтому он должен соответствовать всем требованиям. Эстетичной функциональности. Законодательности. Законодательности, безопасности, комфорта и так далее. При вокзальную площадь Петропавловска тоже ждут кардинальные изменения. Как обещают подрядчики, появится большая парковка, сквер станет более современным, привлекающим приезжающих. Аким Североказахстанской области Кумар Аксакалов ознакомился с эскизом обновленной площади. Занесена новая разметка, парковочный мест, одностороннее движение. Из проектируемой площади 4,5 тысячи квадратных метров проектируемая площадь озеленения, с учетом существующей. То есть существуют елочки, вот что есть, у них остается. Площадь покрытия – это брусчатка 6600 квадратных метров. Фонтаны будут иметь совершенно другой дизайн, а рядом с ними появится комфортная зона для ожидания и чтения. Для этого работники установят здесь 48 современных лавочек, которые будут отличаться друг от друга по трем типам. Что же касается удобства, на площади появится транзитная пешеходная дорожка от самого выхода из вокзала. Маршрутки и автобусы будут подъезжать непосредственно к главному входу. Это значит, что людям больше не придется носить тяжелые сумки и чемоданы на большие расстояния. Не зря говорится, пока город строится, он живет и уверенно смотрит в будущее. На сегодняшний день в Петропавловске 1100 домов многоэтажные и 14000 частные. По словам местных властей, еще есть к чему стремиться – что сносить и возводить. Ну а на сегодня все. Мы надеемся, что 20 минут, проведенные вместе с нами, оставят след в вашей памяти. С вами была Татьяна Величкина и мой любимый город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова